здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня мы с вами продолжим рассматривать реакции ионного обмена если вы вспомните мы на предыдущем уроке выяснили существуют обратимые реакции ионного обмена но они большого практического смысла не имеет и их не проводят и не используют а вот наиболее важный смысл имеет реакции необратимы это реакции про которые можно сказать они идут до конца тогда возникает вопрос а можем ли мы предсказать какая реакция ионного обмена будет необратима что для этого нужно знать оказывается существует три причины по которым реакции ионного обмена протекает необратимо до конца причина первая если образуется осадок если образуется осадок тогда возникает вопрос а как мы узнаем что вещество является осадком осадки напомним это вещество которое обозначает в уравнении стрелочка вниз и в таблице растворимости они обозначаются буковкой н и многие осадки являются веществами малорастворимыми и так приведем конкретный пример и еще раз отработаем умение записывать уравнение в молекулярном и в ионном виде и в сокращенном ионном виде и так запишем первое взаимодействие уравнение первой реакции допустим у нас вступает в реакцию гидроксид натрия натрию аж заодно проверим у натрия заряд плюс у аж минус это вещество растворимое и купрум хлор 2 хлорид меди 2 давайте посмотрим у меди здесь заряд 2 плюс у хлора минус это вещество также растворимо происходит реакция обмена натрий соединится с хлором проверяем формулу у натрия плюс у хлор минус это вещество растворимо и вторым получится купрум о аж дважды дважды почему дважды потому что у меди заряд в левой стороне равен 2 плюс здесь он будет также 2 то есть медь двухвалентная а группа ваш имеет постоянный заряд минус значит формула такой и должна быть купрум о аж дважды это правильное написание формулы вещество купрум о аж дважды нерастворимо в чем легко можно убедиться в таблице растворимости и раз она не растворимо мы покажем стрелочку вниз но схема которая сейчас записала уравнением еще не является то есть это не молекулярное уравнение хотя бы потому что мы его не приравняли и только после приравнивания мы сможем его назвать молекулярное уравнение проверяем коэффициенты на 31 слева справа 1 хлора слева 2 справа 1 значит перед формулой хлорида натрия ставим двойку тогда эта двойка нужна и к на 3 ваш проверяем дальше две группы ваш слева две группу ваш справа купрум один справа 1 уравнение приравнено и так как есть осадок мы говорим эта реакция необратима теперь мы запишем полное ионное уравнение натрию аж распадается на на 3 плюс и аж минус а вот теперь я хотела бы чтобы обратили внимание я сейчас пока допустила ошибку что иногда дети делают у нас когда мы просим написать такие уравнения посмотрите перед формулой стоит коэффициент 2 раз он стоит мы обязательно его должны учесть и поставить коэффициент 2 не только перед натрием но и перед группой аж если вы это забудете сделать уравнение будет считаться неправильным и такое написание уравнение будет с ошибкой двигаемся дальше купрум хлор 2 распадается раз она растворима на купрум 2 плюс и 2 хлор минус вот в этом ионе я тоже обращаю ваше внимание что иногда дети ошибаются и вот эту двойку оставляют вот так же при хлоре как индекс нижний индекс это тоже будет рассматриваться как ошибка поэтому старайтесь такие ошибки не допускать и так двойка должна стоять как коэффициент опять мы видим что с правой стороны перед формулой стоит коэффициент 2 и вещество растворимо значит учитываем эту двойку и тогда 2 на 3 хлор распадется на 2 на 3 плюс и 2 хлор минус а вот купрум аж дважды мы расписывать не должны потому что это вещество нерастворимо а следовательно мы оставляем это соединение виде молекулярного то есть не распадающегося уравнение написано полное сокращено полное ионное уравнение теперь давайте посмотрим что мы можем привести как подобное зачеркиваем ионы натрия затем хлора и то что осталось запишем отдельным уравнением купрум 2 плюс плюс 2 у аж минус в результате получается купрум аж дважды виде осадка причем этот осадок будет иметь голубой цвет так как ионы меди образуют голубую окраску и самку промаж дважды будет хорошо визуально заметен так как он выпадает как очень красивый голубого цвета осадок и так наше уравнение с выпадением осадка пример как реакция обмена с выпадением осадка написан и обратите внимание мы еще раз отработали с вами какие вещества вы можете условно расписать на ионы так говорят а какие вещества такому расписыванию не подлежат и так если вещество выпадает как осадок осадки расписывать на ионы нельзя и такой пример будет выглядеть именно так и еще как что касаемо последнего примера последнего уравнения я могу сказать что тогда и он и у аж является реактивом на ионы купрум 2 плюс то есть они всегда друг друга обнаружат и будет выпадать в результате вот такой осадок осадок купрум аж дважды и так первая причина если выпадает осадок причина 2 если образуется мало диссоциирующее вещество мало диссоциирующее вещество таким веществом в большинстве случаев является вода но вы могли бы мне возразить искать но как же вода диссоциирует ведь вода ток не проводит на самом деле можете себе представить одна молекула воды распадается из 55 миллионов поэтому конечно не какой степени диссоции заметной говорить нельзя но все-таки вода считается мало диссоциирующим веществом приведем пример возьмем гидроксид калия гидроксид калия это щелочь растворимое в воде вещество и серную кислоту h2so4 серная кислота является электролитом в таблице растворимости она является растворимой произойдет реакция обмена получается а калий и су4 теперь давайте проверим формулу у калия заряд плюс су4 2 минус значит формула будет калий 2 су4 это вещество растворимое а из остатков аж и у аж будет получаться вода по поводу воды давайте мы не будем писать она не осадок она не газ но это вещество не электролит в данном случае то есть вещество расписывать нельзя и хотя но мало диссоцирует его диссоциации мы пренебрегаем так теперь в этом уравнении чтобы она стала уравнением необходимо поставить коэффициенты начинаем с калия калия слева один справа 2 перед формулой калию оставим двойку су4 кислотный остаток один из права один водорода слева два да еще 24 тогда перед формулой воды ставим двойку и по кислороду проверяем два кислорода да еще четыре в сумме 64 до 2 в сумме получилось 6 уравнение приравнено и причиной необратимости является вода начинаем записывать полное ионное уравнение с учетом двойки будьте внимательны и так 2 калий плюс плюс 2 о аж минус обращаю ваше внимание также на тот факт что заряды которые я написала сверху являются обязательными нельзя писать если вы не укажете такие заряды и напишите просто символы элементов это будет восприниматься как ошибка теперь серная кислота 2 h плюс 2 потому что индекс 2 стоит и со 42 минус еще раз обращаю ваше внимание что четверку переносить вперед нельзя калий 2 и со 4 распадется на 2 калий плюс плюс со 42 минус а формулу воды и то что вода не распадается мы показываем так 2 h 2 у так полное ионное уравнение написано проведем сокращение сокращаем калий сокращаем с у 4 и у нас остается до ваш плюс плюс 2 у аж минус а с правой стороны 2 аж 2 у но такое уравнение называется не случайно сокращенное поэтому обратите внимание на тот факт что вот эти двойки которые стоят перед формулами я могу сократить и тогда в сокращенном уравнении останется h плюс плюс у аж минус и в результате будет вода вот теперь сокращенное уравнение написано уравнение реакции между основаниями кислотами называется нейтрализация и нейтрализация она называется потому что в результате как правило образуются естественно соли вода а многие соли имеют нейтральную среду и такая реакция имеет очень важное практическое значение переходим к третьей причине необратимости если образуется газ если образуется газ газ и показывают стрелочкой вверх вот здесь я бы хотела привлечь ваше внимание вот какому моменту это момент такое усложнение дело в том что осадок всегда можно увидеть в таблице растворимости все осадки показаны нерастворима мало растворим но запомнить что не надо расписывать воду на ионы тоже очевидно понятно но если вы глянете в таблицу растворимости вы не увидите там пометки что это вещество является газообразным поэтому получается необходимо запомнить какие вещества являются газами и так газообразным выделяется в правой части уравнение газ сероводород газообразным является газ аммиак но это вещество получается в результате распада гидроксида аммония нс4 у аж также распадается и дает газ угольная кислота которая распадается на co2 в виде газа и h2o а также дает газ сернистая кислота h2so3 которая распадется на со2 в виде газа и h2o и вот эти четыре примера необходимо запомнить именно они как правило и встречается хотя должна вам сказать есть и другие варианты реакции в которых выделяются газы но это считается основными давайте приведем пример возьмем в качестве такого взаимодействия реакцию которую вы можете самостоятельно провести дома и скорее всего проводили много раз что-то подобное когда вы берете пищевую соду и помещаете эту соду то есть капайте на нее например уксусом вот похожего типа реакции происходит в этом случае итак я возьму карбонат натрия для примера и соляную кислоту в результате реакции между этими веществами получается хлорид натрия натрий хлор у натрия плюс у хлора минус и получится угольная кислота но угольная кислота не считается не существующий и она распадется на углекислый газ который будет заметен по пузырькам газа которые будут хорошо видны и выделяется вода начинаем уравнивать натрия слева 2 справа 1 перед формулой натрия поставим натрий хлор поставим двойку хлора 1 здесь 2 перед формулой аж хлор ставим двойку водорода 2 здесь 2 co31 здесь 1 ну и в co2 аж 2 очевидно также на 32 co3 и вы знаете чем больше вы будете смотреть в таблицу растворимости мне кажется вы автоматически скорее всего запомните все соли натрия прям весь столбик для солей натрия соединений натрия стоит буква р аж хлор это растворимая кислота натрий хлор растворима а вот h2 co3 расписывать мы не будем почему потому что ни газа не вода не диссоциирует и так распадается на 2 на 3 плюс и co32 минус так аж хлор перед этой формулой стоит двойка не забываем что ее нужно учесть 2 h плюс и 2 хлор минус с правой стороны натрий хлор растворим значит распадется на 2 на 3 плюс и 2 хлор минус а угольная кислота мы и запишем давайте вот так h2o то есть продукты распада и co2 в виде газа ну а теперь давайте приведем опять подобные сокращаем натрий и он и на 3 затем и он и хлора конечно мы их формально сокращаем вы должны понимать это уравнение конечно в растворах эти ионы никуда не исчезают они остаются в растворах но в уравнении мы такую фразу употребляем сокращаем удаляем как бы из этого уравнения все осталось сокращенное уравнение такого типа 2 h плюс плюс co32 минус а с правой стороны будет h2o и co2 виде газа и тогда говорят фразу ионы водорода является реактивом на карбонат ионы и в результате реакции всегда будет выделяться газ газы очень хорошо видны как правило они появляются как пузырьки газа которые видно невооруженным взглядом и подобные реакции вы делаете очень часто и дома но в частности вот последняя реакция она очень часто употребляется именно в таком сочетании пищевая сода и уксус но должна вам сказать что многие из таких реакций находят большое практическое применение в жизни в частности последняя реакция является реакция с помощью которой мы можем в частности понизить кислотность желудка вот когда у вас изжога возможно наблюдается тогда вы скорее всего знаете если под руками нету препаратов типа рени и подобного ему то тогда можно немножечко выпить пищевой соды и тогда соответственно у вас кислотность желудка понизится потому что углекислый газ выделяющийся он будет выходить из вашей носоглотки а соляная кислота которая является причиной избытка кислоты и изжоги она таким образом будет понижаться кислотность желудки вот реакция которых мы сегодня говорили реально играют очень важную роль они позволяют обнаруживать ионы в тех или иных случаях и поэтому такие взаимодействия в химии играют очень очень важную роль ну а сегодня я надеюсь с моей помощью вы разобрались тем как записывают такие уравнения реакции и вы не будете ошибаться когда будете записывать такие взаимодействия в виде уравнений молекулярных полных ионных сокращенных но будьте пожалуйста внимательно не допускайте ошибки о которых я вас сегодня по ходу урока предупреждала ну а с вами была татьяна геннадьевна белоусова учитель химии до новых встреч ребята